Благо есть, исповедуйтесь о Господе, и пейте именю Твоему Вышней. Возвращайте за утро нас Твою и истину Твою на всякую ночь. Десяти струн нам псалтири с песнею ушлих. Яко возвеселив наси Господи в творении Твоем, и в деле руку Твоей возрасте. Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы снова с вами начинаем изучать псалтири. И сегодня будем с вами разбирать 51-й псалом. 51-й псалом, как и прочие псалмы, имеет надписание, в котором говорится «В конец разума Давиду внегда прийти до Ику и Думейку, и возвестите Саулу, и реши ему, прийди, Давид, в дом Авимелехов». 51-й псалом. Удивительный, конечно, псалом. И этот псалом, он имеет некую строгость в своем суждении, потому что здесь Давид порицает Даику за то, что он совершил ужасное предательство. Когда было противостояние Саула Давиду, то тогда, убегая, Давид от Саула посетил город священнический, где и находилась Скиния. Этот город назывался Номва, и в этом городе служили священники. Этот город был священнический. И когда Давид взалкал, придя в этот город, он съел хлебопредложение, и затем имел суждение с первосвященником Авимелехом. И, конечно же, Давид не задержался долго в этом городе, но покинул его. Но в этом городе увидел его пастух Мулов, Даика, и сообщил об этом Саулу. Причем он не просто сообщил Саулу, что в этот город пришел Давид, но оклеветал священников, которые приняли Давида, и сказал о том, что они поддержали Давида. И тогда Саул приказал убить первосвященника и еще 305 священников этого города, а затем и уничтожили и сам город, убив всех жен, мужей и детей этого города. Поэтому Давид здесь порицает, с одной стороны, Даику, а с другой стороны, он, конечно же, говорит о том, что все в жизни в этой управляется милосердием Божиим. И тот, кто имеет некое предательство и ведет клевету, он обязательно понесет заслуженное наказание от Господа. «Что хвалишься во злобе? Сильнее, беззаконнее весь день». Здесь псалмопевец Давид этими словами говорит о том, что Даика пребывает во злобе, и в таком беззаконном состоянии он хвалится таким состоянием своим, неправедным и беззаконным. Причем это состояние, оно не просто у него родилось. Он пребывал давно в этом беззаконном состоянии, и поэтому, если у него в душе пустота и злоба, то он вынашивает некое злодеяние в своем сердце. И когда у него есть повод его совершать, он с удовольствием его совершает и даже получает от этого удовлетворение. Почему беззаконнее весь день? Потому что в таком беззаконии пребывал и Иуда Искариотский, который целый день выстраивал план, чтобы предать Христа Спасителя, и предал его только ночью. «Неправду умысля язык твой, яко бритву изощрену сотворил еси лесть». Ну, неправду, конечно, умысля язык твой, то есть он жил этой неправдою, и ничего не было у него общего с правдой и с той благодатью, и с той добродетельной жизнью, которую имеет благочестивый человек. Поэтому он вынашивал эту неправду и затем уже её произвёл. Причём эта неправда у него ещё родилась в помыслах, а потом только он её превратил в некое действие. «Яко бритву изощрену сотворил еси лесть». Ну, и лесть — это клевету, которую Даик стал выражать на псалмопевца Давида. Она у него настолько была жёсткой, наглой, которая не пощадила ни город священнический, ни жен, ни детей, ни всех живущих в нём. Как бритва сбривает все волосы, «Ничего не щадит на своём пути», так и вот эта клевета неправда, которую вознёс на Давида Даика, на самом деле принесла такое сильное поражение тем людям, которые жили в этом городе священников. «Возлюбил и си злобу пачи благостыню». «Неправда неже глаголати правду». Но здесь опять-таки вот поносится Даика за то, что он возлюбил неправду. То есть он всегда жил этой неправдой, и эта неправда уже стала его сущностью. Нет, не было ничего святого в нём. И всё, что бы приносило пользу всему человечеству, и ему лично он это не принимал, а принимал за пользу и за богатство, богатство, ту злобу, которую он вынашивал в сердце, и ту клевету он, которую, конечно же, выражал постоянно. «Возлюбил и си глаголы потопные, язык льстив». Ну, естественно, потопные, конечно, это какие глаголы? Это те, которые, как волны, находят и сметают под собой всё, что им попадается на пути. Это как некое цунами, которое имеет разрушение. Так и его язык льстив, то есть язык клеветника, язык неправды, который он постоянно выражал, они как волны потопные снесли вот этот священнический город и, конечно же, нанесли сильный урон и огорчение тем людям, которые жили в нём. «Сего ради Бог разрушить тебя до конца, восторнить тебя и переселить тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых». А вот дальше святой псалмопевец Давид уже повествует о том, а что же будет с таким человеком, который творит эту неправду, и который возносит постоянно клевету на ближних своих, имея в своём сердце злобу. Ведь клевещет тот человек, который действительно уже не обладает правдой, который живёт постоянно в неправде. И клевета, мы видим здесь, что из чего она исходит? От того, что человек наполняется злобой. А злоба от чего? Может быть, от зависти, от той неправды, в которой пребывает человек, который живёт в течение всей своей жизни. И когда это неправедно и запрещают ему совершать, то тогда сердце его наполняется злобой. Оно готово клеветать и разрушать всё на своём пути. И эта злоба, она только получает удовлетворение тогда, когда видит до конца уничтожено тот объект, на которого и направлена эта злоба. Даика был пастухом. Он пас лошаков стада Саулова. И, естественно, он был небедным человеком. Он хотел, чтобы ещё больше разбогатеть. Он хотел ещё ближе быть к Саулу. И он видел, может быть, отношение Саула к священникам, тем, которые служили у алтаря Господня. Он видел отношение, конечно же, к первосвященнику. И вот здесь у него была злоба и зависть к ним. И эта зависть, она, конечно, искала своего удовлетворения. И вот первый повод, когда он увидел Давида, он понял, что на этом он может разбогатеть. И через это он может даже отомстить тем, кто ставил какие-то препятствия на пути его превозношения и богатства, на пути его собственной внутренней гордыни. Поэтому он ненавидел священников. Он озлоблен был против них. И, конечно же, вот эта злоба дала ему парение греховной фантазии, которая затем была воплощена как то, что было действительно совершено, а на самом деле это не было совершено. Он убеждает себя в этом, а потом уже идет и убеждает Саула. Но Господь не бывает поругаем. Бог видит всегда такого человека, который совершает неправду. И поэтому Бог наказывает такого человека. И в Сигураде Бог разрушит тебя до конца. То есть действительно Бог уничтожает такого человека, совершившего неправду, не видя в нем покаяния. Это мы видели и в Иуде Искариотском, который не принес покаяния, который понял, что он совершил неправду и пошел к первосвященникам, чтобы отдать им деньги, не потому что он раскаялся, а потому что он хотел увидеть от них какой-то поддержки. И когда они не взяли денег, сказали ему, нам-то что, что ты сделал, ты сделал неправду, и отвечаешь за нее. И здесь вот была уяснена его гордыня, он пошел и удавился, говорится в Священном Писании. То есть такой человек, который предал и Христа, и тот человек, который подражает Иуде Искариотскому, Господь такого человека разрушит до конца. Сигураде, ради твоей клеветы, ради твоего иудиного греха, ради той неправды, которую ты совершаешь, Бог тебя разрушит до конца. Об этом взывает псалмопевец Давид и предупреждает каждого верующего человека, что мы не должны идти таким путем, мы должны уходить от такого пути неправды, потому что Бог поругаем не бывает. Бог ждет, не сразу происходит это наказание, но оно настигает этого человека при определенных тоже условиях и в определенное Богом время. Это наказание, конечно же, достигло и Даику, и по преданию сказано о том, что он покончил жизнь с Умбисом, когда уже Саул видел поражение, а Даика был с ним рядом. Он полагал, что он теперь стал богатым, состоятельным человеком, он стал приближенным к царю после этого. И это поначалу кружило его голову, какой он сильный, какой он мудрый, как он все это хорошо сделал, как он подставил Давида, как он хорошо поступил с теми священниками и первосвященниками, которые тоже могли бы обличить его, а теперь и они не могут обличить. Причем по преданию Даика сам уничтожил всех жителей этого города. Он принимал самое активное участие в убийстве священников и первосвященника. И он доволен, что вот он такую сильную услугу оказал царю и был приближен к нему. Но смерть его настигла и сказано о том, что и дом его был также уничтожен, стерт с лица земли со всеми живущими в нем. То есть весь род его был также стерт с лица земли. «Восторгнет тебя и посередит тебя от селения твоего и корень твой от земли живых». То есть Господь не только наказал его, но и наказал всех его сродников по восходящей и нисходящей линии, те, которые свидетельствовали о его роде, о том, что он человек такой, как он думал, что он твердо стоит на ногах, вот теперь нет его, нет виды ни его, ни селения его. Все Господь разрушил, разрушил до конца. То есть не только его самого, но и весь род его пострадало от того греха, который он совершил в неправде своей. «Узрят преподобные и убоятся, и о нем восьмеются и рекут». «Узрят преподобные и праведные и убоятся, о нем восьмеют и рекут». Действительно, и праведные, и преподобные увидят это и, конечно же, больше утвердятся в своей правде, в своей святости и в своем преподобстве, потому что в этом есть некая вдохновляющая сила, потому что видно, как Господь совершает дела права и как Господь не оставляет всякое беззаконие на земле, чтобы оно царствовало и было безнаказанным. «Се человек и жене положи Бога помощника себе», потому что он не уповал до икона Бога. Более того, он не думал, что Бог останется поругаемым. Он не посчитал, что Господь может защитить и Давида, и тех священников, которые служили Богу. И он не взял в себе в помощники Бога. И поэтому Бог наказал его, и наказал не просто его, но весь род его, и до конца все они пострадали. Но уповал на множество богатства своего и, возможно, суетой своей. Ну, и на положение свое, да, и на богатство свое уповал. Он не на помощь Бога, а, конечно же, не взял себе в помощники Бога. Думал, что я богатый, я состоятельный человек, и я имею право поступать так, как я поступаю, потому что он себя посчитал и мудрым, он всех перехитрил, всех обманул, удвоил свое богатство, умножил его. И, конечно же, подумал, что теперь я в этом обществе буду человеком состоятельным, и займу серьезные положения, буду рядом с царем, и вот тем самым определится успех моей жизни здесь, на земле. То есть я через неправду себе, и через смерть других, и клевету, и злобу проложу путь по служебной лестнице, и буду занимать особое положение в этом обществе. Опять-таки, Бог поругаем не бывает, и кто так размышляет и думает, даже в сегодняшнее время, тот получит поражение в этой жизни, потому что рано или поздно человеку придется дать ответ перед Богом, и Господь, конечно же, накажет такого человека не потому, что Господь к этому стремится, а потому, что Господь пресекает всякое зло на земле и показывает, что у зла не бывает будущее, и тот, кто совершает зло, тоже не имеет этого будущего, ни он, ни его дом, потому что он всегда должен думать об ответственности за свой дом, за своих детей, за своих близких, потому что всякое дело, либо доброе, которое совершается, либо утверждает дома, и всякое злое дело, которое совершается, оно разрушает основание домов. Что, как мы должны жить, вот так мы не должны жить, так мы не должны поступать, а как мы должны жить, на что мы должны уповать, как Давид себя повел в этой ситуации, об этом дальше уже нам и говорит этот замечательный псалом, ажи, як у маслина плодовито в дому Божию, уповах на милость Божия во век и в век в века, вот здесь трижды во век и в век века, говорит псаломопевец Давид, я же как маслина плодовитое, но какая маслина, что дает маслина, маслина дает замечательные плоды, она дает из плодов масло, и действительно, а масло, она настолько необходима человеку в жизни, что само масло показывает ту великую милость, которую может сделать добродетельный человек, как масло, не только пригодно в пищу, но оно употребляется и в неких рекорсных средствах, в мазях, и маслом самим лечили раны, и маслом наводили определенную красоту и блеск на лице, и волосы смазывали, то есть масло, оно, конечно, было применимо во многом, о чем это говорит, о том, что человек, который уповает на милость Божию, знает, что Господь победит злобу, он должен быть человеком добродетельным, он плодовитым, его насаждает в дому Божию, что значит дому Божию насадить, Давид уже был отключен и от города, где находился Кинья, от Иерусалима, как города Бога Живаго и Вечного, конечно, он говорит здесь о добродетельном жительстве, то есть тот человек, который пребывает в добре, тут находится под защитой Божией, потому что над ним будет пребывать милость Божия, и Господь не посрамит такого человека, который будет уповать на него, как масло от оливы употребляется во многом, так и человек, который уповает на милость Божия, живет добродетельной жизнью, и он творит добрые дела, и вот это благочестие спасает человека, именно в Дому Божьему, в Домом Божьем, и называет Давид благочестивую жизнь человека, потому что такой человек пребывает в Боге, а если он пребывает в Боге и в добродетельном житии, то он уже пребывает в садствии Божьем, почему Господь говорит, что царствие Божие внутри вас самих есть, то есть царствие Божие это не какое-то место определенное во вселенной, а царствие Божие это наше внутреннее состояние, в котором мы пребываем, и если мы как масляно плодовитые живем благочестиво, и суть у нас много добродетелей, и мы уповаем на милость Божия, и милость Божия будет всегда пребывать с таким человеком. «Исповемся тебе вовек, яко сотворил Иси, и терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими». «Исповемся тебе вовек». Конечно, буду прославлять Тебя, Господи, вовек, потому что Ты сотворил Иси. Что сотворил Господь? Что показал через этот псалом Бог? Конечно, Он показал, что всякое зло побеждается. Всякое зло всё равно упражняется, и оно не может невидимо быть Богом. Поэтому за это буду Тебя прославлять, Господи, что правда Твоя торжествует здесь на земле, что Ты милостью всё равно бываешь тем людям, кто живут в Дому Твоем, то есть живут благочестиво. «И терплю имя Твое, яко благо пред преподобными Твоими». Ну, конечно же, этим вот изречением говорится о том, что надо терплю, надо ожидать. Терпение рождает, рождается в ожидании. Надо ждать с терпением, когда Господь только это сотворит, потому что не сразу Господь даёт наказание, но ждёт от человека покаяние. И многие в жизни могут ошибиться, но если они раскаются, если они действительно исправят путь свой и жизнь свою, то Господь, конечно же, являет им милость. А если человек пребывает дальше в злобе своём, как про даику сказано, что он уповал на что? На множество богатства своего и, возможно, суетой своей. То есть суета, вот это положение, какие мы состоявшиеся, мы всё достигли в этой жизни. Конечно же, не это самое главное в жизни. В жизни самое главное иметь мир с Богом и иметь мир внутри себя. И это уже приносит человека богатство, и это приносит умиротворение человеку, и человек отказывается от богатого и суетного, потому что оно не приносит такого благодатного и блаженного состояния, в котором человек может находиться. Богатство и суета к сожалению приводит человеку ко греху, потому что человек отходит от Бога и начинает только уповать на те собственные силы, на ту внутреннюю гордыню, на свои связи, на своё положение, и, конечно же, совершает грех. Мы в жизни это очень часто видим, когда человек такой богатый, состоятельный, он думает, что у него уже сняты все границы, он может всё, что угодно делать, и ему всё сойдёт это с рук. А потом он оказывается на скамье подсудимых, и ему приходится отвечать за свои поступки. А что явилось причиной? Причиной вот эта вот пелена, которая наложилась на его разум, и эта пелена, конечно же, стала ему диктовать то, что он всё может в этой жизни, он всесильный. Но на самом деле мы должны всегда быть осторожны, потому что во главу всего этого конечно лежат не просто какие-то наши измышления и наши поступки, но и действия врага рода человеческого, которого задача сначала ослепить человека, притупить его бдительность, вот вернуть его в грех, а потом уже напустить на него всяческое уныние, чтобы уничтожить, раздавить этого человека и погубить его, потому что за этими действиями стоит какая-то точка невозврата, он не может уже вернуться к Богу, но ему приходится нести полную ответственность за ту неправду, которую он совершает. Вот святые отцы поэтому говорят, что этот псалом ещё имеет такой внутренний духовный смысл о том, что вот эта даика является враг рода человеческого, который наносит сильный ущерб человеку, который возводит на него клевету, который хочет причинить злобу, который уничтожает всё святое и праведное на своём пути в лице священников, но Бог в конце концов, конечно, явит свою победу через пришествие Господа нашего Иисуса Христа на землю и через ту благодать и силу, которые получают верующие в таинстве церкви Христовой, потому что они тогда идут вслед за Господом, они имеют благодатную поддержку, они помнят слова Священного Писания и тем самым побеждают врага рода человеческого. Поэтому Господь говорит, бдите и молитесь, да не внидите в напасть. Вот молитва должно быть уделом нашей христианской жизни, чтобы мы имели победу над врагом рода человеческого. Ну и, конечно, если мы будем пребывать в молитве, то мы и сможем победить те испытания, те иудинные дела, которые вокруг нас также совершаются. И почти каждый человек не по одному разу может в своей жизни встретиться с теми, кто его предает, кто клевечет, кто на него возбуждает. возлагают неправду. И мы видим очень много людей, которые идут за этой неправдой и, конечно, остаются пораженными, потому что они прислушиваются через неправедных людей к умыслу, клевете врага рода человеческого. Вот такой вот замечательный псалом Давидов. С одной стороны, он говорит о неком порицании доики, а с другой, говорит о милости Божьей, которую Господь все равно являет над людьми, которые идут за Господом. И в то же время тот, кто творит злобу, клевету, неправду, он всегда будет еще здесь наказан за это, потому что Господь такого человека разрушает до конца. Всего доброго! Храни вас Господь, дорогие братья и сестры! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok